Всем привет! Вы на канале Саша Орлова and Co. Как известно многим, мы живем в Приморском крае в непосредственной близости с Китаем. До Китая у нас буквально 300 километров совсем рядом. И сегодня я вам расскажу, как обстоят дела с коронавирусом в Приморском крае и в Китае. За прошедшие сутки в Китае более чем на четверть возросло летальных исходов от коронавируса, достигнув 160. А число зараженных превышает 4500 человек. Эпидемия распространилась практически по всей стране. Зарегистрированы случаи в Пекине, в Шанхае. Эту информацию утром во вторник распространило информационное агентство наиболее сложной ситуации в провинции Хубей. Своих граждан намерены эвакуировать многие страны, в том числе и Франция. Во Франции зарегистрировано уже зараженных коронавирусом. И хотя Всемирная Организация ООЗ уже признала несколько дней назад вспышку заболевания национальной чрезвычайной ситуации в Китае, ее специалисты и руководство воздерживаются от введения международной чрезвычайной ситуации. Клиники, больницы в Ухане и других городах принимают по 15 тысяч пациентов ежедневно, чтобы проверить их на насилие. Может быть пора уже и Всемирной Организации полностью заняться этим вопросом. Вот нам, как жителям Кремовского края, гранича чем непосредственно с Китаем, становится как-то уже непосредственно. Схожая ситуация была в 2003 году, когда была вспышка атипичной пневмонии. Власти пошли на аналогичные шаги. Тогда от другого штамма погибло более 800. Генеральный директор ВОЗ прибыл в Пекин в понедельник вечер. ВОЗ, действующий под эгидой ООН, оставил для необходимости глобального ответа перед лицом эпидемии. Я, конечно же, не хочу нагнетать. Несколько лет назад, а это случается уже с периодом, по-моему, 7-8-10 лет назад, какие-то появляются новые штаммы. Но я хочу вспомнить такую историю. Я собирался в очередное путешествие по Юго-Восточной Азии. И первая страна прибытия была... Вот была такая же чехарда. Была эпидемия. Здесь у нас столько много нагнетали. Средства массовой информации, телевидение, газеты, интернет. Мы прям пестрили там все. Все, ехать нельзя, сдавайте билеты. Ну, я все-таки рискнул. И это уже прошло много лет назад. Вступил, вот такие маски себе положил в свой чемодан. И что бы вы думали, я ни одной маски тогда в Корее даже не применил. Удивился, прилетел в аэропорту. Ну, как обычно стоят служащие в масках. Они в обыкновенные дни также в масках ходят. Кто ходил в масках, так и ходили. А основная масса, как будто там ничего и не было. Ну, у нас так это все вот нагнали. Так нагнали. Потом я переехал в Таиланд. Там тоже якобы была эта атипичная пневмония. Ничего подобного не было. Я не знаю, чем сейчас это все закончится. Кому-то это может быть выгодно. Как сейчас говорят, ждали атомной войны, а получили вот что, да? Что не ожидали. Может быть, это какая-то репетиция. Может быть, это и... Я не знаю, что происходит. Но мы в Большом Камне, которая здесь... Сегодня у нас закрылось две школы. Очень много людей болеют. Просто простуды. Ну, пока, слава Богу, нет никаких подтверждений. Кстати, Саша наша тоже заболела. Почему ее нет сегодня? 39 температур, 2 дня. Ну, вот как-то так. Дети сидят все дома. Я не нагнетаю, еще раз повторяюсь. Просто призываю всех побыть дома, не ходить на какие-то там большие мероприятия. Ну, надо себя беречь. Как в ваших регионах с этим обстоят дела? Потому как по телевизору уже были там кто-то заболел. Там я не знаю, насколько все это правда. Ну, хотелось бы услышать от вас, что вы думаете по этому поводу. Может быть, то, что мы тут на границе живем, нам так кажется. У нас в городе живет более... Работает более двух тысяч китайцев. На Новый год, как известно, сейчас идет Новый год китайский. Никого не пустили в Китай. Запретили им выезжать ради того, чтобы не привезли нам сюда эту заразу. Границу с Китаем перекрыли. Тот, кто купил уже билеты или путевки, деньги возвращают. Это правда. Конечно же, посещений нет. Ну, страхов такого нет. Будем себя беречь, предохраняться. Ну, пришло, наверное, время все-таки маски когда-то одеть. Да, если кто-то собрался в Китай, ребята, лучше откладывать эти поездки до лучших времен. Здоровье дороже. Поедем потом, когда все это уляжется. Я думаю, что... Ну, я бы так хотелось, чтобы за месяц все это как бы... Ну, что вы думаете по этому поводу? Напишите. Ждем ваших комментариев. Обсудим этот вопрос. А сейчас хочу пожелать всем здоровья, хорошего настроения. Пока. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Пока. А, не забудьте за колокольчик подергать, чтобы не пропустить.